Здравствуйте, в эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Сбило пожилого мужчину. Один человек получил травму в результате ДТП на улице Некрасова. Устранили препятствие. Там кочегарки, взял такие трубки, там такие алюминиевые, металлические. Ну и сделал какие-то, что ли, удавочки. В Кирове осудили криминальных любовников из Подосиновца, которые убили 38-летнюю женщину. Один человек получил травму в результате ДТП на улице Некрасова. Там женщина-водитель Лады Калина сбила пожилого мужчину. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла в понедельник в 17.45 во дворе дома 55 по улице Некрасова. По предварительным данным ГИБДД, 42-летняя женщина-водитель Лады Калина наехала на 64-летнего мужчину. Пострадавший получил травмы, его не госпитализировали. В Слободском районе столкнулись два автомобиля. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автобуса поворачивал налево в тот момент, когда его пытался обогнать Мерседес-спринтер. Машины получили повреждения, пострадавших нет. В Кирове на пересечении улиц Карла Липнихта и Молодой Гвардии не разъехались две иномарки. По предварительным данным полиции, водитель Мазда ехал по второстепенной дороге и не пропустил Ауди Ку-7. Медиков на место аварии не вызывали. Такое же по схеме ДТП произошло на улице Труда. По предварительным данным ведомства, женщина-водитель Деуматис не пропустила иномарку Киа. Никто не пострадал. На улице Горького неудачно развернулся водитель Шевроле. По предварительным данным ГИБДД, он заехал в проезд, затем стал сдавать задом и перестраиваться в соседний ряд. В это время в него врезался водитель ВАЗа 11-й модели. Машинам предстоит ремонт. Сергей Пичугин, место происшествия. В Кирове осудили криминальных любовников из Подосиновца, которые убили 38-летнюю женщину. Погибшая Елена Замятина пропала 17 сентября прошлого года. Якобы она ушла из дома и не вернулась. После возбуждения уголовного дела оперативники выяснили, что к исчезновению женщины причастен ее сожитель Александр Звездочетов и его любовница. Вечером в день убийства, пока потерпевшая Елена спала, к ее сожителю Александру пришла любовница Екатерина. Женщина была серьезно настроена, чтобы избавиться от соперницы. В процессе разговора она достала из пормона такие то ли чулки, то ли колготки, я не понял, и говорит, вот я решил, я смог, типа, убрать как-то, то ли не соперницу, то ли наши препятствия, вот что-то такое. Пьяный разговор в итоге перерос в реальные действия. Криминальные любовники решили задушить мать двоих детей. На тот момент Александра даже не смутила, что его малолетние мальчики, семи и восьми лет, останутся без матери. Его беспокоило, как смастерить удавку. Там кочегарки взял, две трубки там такие, металлические. Ну и сделал, что ли, удавочку. Женщину-любовники задушили надеванием, вывезли за пределы подосиновца и скинули в заброшенный колодец. Мы пошли в дом. Какой? В этот. А что это за дом вам известно? По его словам, это дом его бабушки. Об исчезновении Елены Замятиной сообщила сестра погибшей. Сожитель Александр все это время пояснял, что сожительница ушла из дома в неизвестном направлении и ему по этому поводу также ничего неизвестно. 22 сентября во время допроса сожителя потерпевшей он дал органам следствия признательные показания, пояснив обстоятельства совершенного ими преступления. В итоге Александру Звездочетову и Екатерине Которкиной вынесли приговор. По данным областной прокуратуры, за групповое убийство Звездочетов получил 15 лет строгого режима, Которкина – 12 лет общего режима. При вынесении приговора суд учел, что на еждивении у Звездочетова двое детей и у Которкиной также двое детей. Приговор не вступил в законную силу. Михаил Вагин. Место происшествия. Впереди у нас короткая реклама «Не переключайтесь и смотрите далее». Погибшего загрузили машину в багажник и поехали в лес. Один помог вывезти в лес, второй задушил. Какая была ваша цель? Я его хотел просто там оставить, а потом не понимал. Кировский областной суд вынес приговор двум похитителям, в том числе одному убийце. Решила дополнить модный образ чужим аксессуарам. В Кирове разыскивают подозреваемую в похищении дамской сумочки. Призрачный гонщик. Видите, что они у вас горят, вообще заднее колесо горит. И переднее горит. И переднее горит, все верно. Так я побил на вашей дороге. Понятно. На улице потребка операции сотрудники ДПС и активисты ночного патруля задержали пьяного водителя Нивы Шевроле. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Кировский областной суд вынес приговор двум похитителям. Одного из них также признали виновным в убийстве похищенного. Все произошло как в лихих 90-х в мае прошлого года в Слободском районе. Двое приятелей посадили парня в багажник и вывезли в лес. Все подробности в рубрике «Сводка». Двое приятелей 22 и 23 лет еще на следственном эксперименте признались, что давно не взлюбили 24-летнего потерпевшего. После дозы спиртного они решили над ним поиздеваться. Ворвались домой к молодому человеку, избили его, затем вытащили на улицу, поместили в багажник и вывезли в лес. Там они продолжили избивать потерпевшего. Юноша будто боялся сопротивляться агрессорам. Просто шел, левел, молчал. Вы что ему говорили? Ничего, мы до туда молча дошли. Я ему говорил, пойдем. Какая была ваша цель? Не знаю, я его хотел просто там оставить, а потом не понимал. После этого 22-летний похититель накинул на шею потерпевшему автомобильный трос и повесил его в лесу. На следующий день мать погибшего обратилась в полицию, так как сын не вернулся домой. Оперативники организовали поиски, нашли погибшего, а также причастных к похищению и убийству. Суд признал приятелей виновными. Одному назначили 7 лет, другому 18 лет с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Нечистую на руку дамочку разыскивает полиция. Она подозревается в том, что 9 апреля в магазине на милицейской 40 украла у другой посетительницы белую сумочку. В ней был кошелек с 2000 рублей, сотовый телефон, сенсорный моноблок, наушники и зарядное устройство. Свой ущерб потерпевшая оценила в 7100 рублей. По приметам, на вид вероятной воровки 25-35 лет, волосы темные забраны в хвост, была одета в синий пуховик. По факту кража завели уголовное дело. Всех, кто опознал женщину на видео, просят позвонить в полицию по телефону 777-605 или 02. Строители жгут строительный мусор прямо у проезжей части, прямо у припаркованных машин. И у них постоянно что-то взрывается. Вот и пожарная приехала. В понедельник, 16 апреля, в районе Дружбы на Пугачева, 31, загорелся мусорный контейнер. Очевидцы вооружились камерами мобильного после того, как услышали взрывы и почувствовали запах жженой резины. Местные жители сделали вывод, что это горит строительный мусор. И, возможно, его подожгли сами рабочие. По словам очевидцев, они видели, как мужчины в спецодежде стояли рядом, следили за тем, как это все горит, и за тем, чтобы ничего не разлеталось. Тем не менее, в контейнере что-то взрывалось. На место выехали два пожарных расчета. Пожарные быстро справились с огнем. Алина Котрихова, Место происшествия. На улице потребка операции сотрудники ДПС и активисты ночного патруля задержали призрачного гонщика. У водителя «Шевроле Нива», как в известном фильме, из-под раскаленных колес шел дым. Покрышки в любую секунду могли вспыхнуть вместе с машиной, водителем и пассажиром. Наблюдал за задержанием отчаянного лихача наш корреспондент Сергей Пичугин. Мимо сотрудников ДПС с грохотом и дымом проехала «Нива-Шевроле». Две шины у авто порвались, машина ехала на дисках, привлекая всеобщее внимание. Водитель Михаил был совершенно спокоен, даже вальяжно покуривал сигарету. Удивительно, но о пробитых колесах Михаил был в курсе, видимо, так ехать понравилось. А вот пассажир авто весьма удивился, что колеса-то уже, мягко говоря, не круглые. По словам Михаила, вдвоем с другом он не мог организовать пидстоп для машины. Почему-то в этот вечер ничего не домкратилось и не откручивалось. Возможно, виноват алкоголь. Пивка? Пивка. Пойдем в машинку, патрульную. Стоило только водителю переместиться в патрульный автомобиль, как он забыл, что и когда и сколько он выпивал. А кто сказал, что я выпил? У тебя признаки алкогольного опьянения. Ты сказал, что я выпивал пиво. Эти признаки нужно доказать. А мы сейчас докажем. Какие признаки опьянения? Резкий запах алкоголя изо рта от вас пахнет. Невнятная речь. Шаткая походка. Вам достаточно трех признаков, которые я называю? Если я ехал в машине, какая походка. Если верить Михаилу во время ночного вояжа, у него была мысль посетить шиномонтаж. Колеса сгорели. А что делать-то? Машину оставить, потому что пьяный пойти пешком домой. Завтра сделать. Инспекторы оформили протоколы за пьяное вождение. Машина уехала не к шиномонтажу, а на штрафстоянку. Михаилу придется раскошелиться и на услуги эвакуатора, и на новые шины с дисками. И на штраф 30 тысяч рублей. Сергей Пичугин. Место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Погнул зеркало и высадил пассажиров на дорогу. На улице Щерса камера зафиксировала дорожные войны между пазиком и троллейбусом. Дорог нет, но вы держитесь. Ой, куда-то я провалилась. В центре Слободского регистратор зафиксировал типичную дорожную ситуацию. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На улице Щерса камера зафиксировала дорожные войны между пазиком и троллейбусом. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Щерса водитель пазика пытался подрезать троллейбус и погнул зеркало. В итоге автобус так и не смог подъехать к остановке, надымил и высадил пассажиров на дорогу. На Октябрьском проспекте еще один водитель пазика не стал долго ждать и выпустил пассажиров прямо под колеса троллейбуса. На проспекте строителей водитель автобуса решил сэкономить время себе и пассажирам и высадил их у перекрестка на пешеходном переходе. На улице Производственной два нарушителя объехали затор и повернули из среднего ряда налево. На улице Мельничной гонщик на Вести не стал дожидаться зеленого сигнала светофора и уехал на Комсомольскую. На перекрестке улиц Воровского и Солнечной водитель БМВ поехал из среднего ряда и едва не столкнулся с белым кроссовером. На улице Комсомольской грузовик аварийной службы опасно повернул налево. На улице Воровского камера запечатлела самоуверенного водителя Нивы. В центре Слободского регистратор зафиксировал типичную дорожную ситуацию. Михаил Вагин. Место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик mpkerovsobaka.inbox.ru Или звоните и сообщите по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте и в Инстаграме. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова. До встречи.